Всем привет! Пришло время очередной части забавных и грустных фото и видео про дальнобойщиков и грузовики. Сегодня будет много переломанных рам, а также несколько действительно курьезных ситуаций. Ну а для начала подпишитесь на канал те, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поехали! Кубань славится своими сельскохозяйственными угодьями еще со времен Советского Союза. Именно тут производили масло и хлеб для всей страны. А еще в Краснодарском крае до сих пор можно найти атовизмы, сохранившиеся с тех далеких времен. Среди них Абширонская узкоколейная железная дорога. По ней ходит крайне любопытная техника, в том числе вот такая, мотодрезина-хлебовоз с кабиной от грузовика ГАЗ-53. Что-то срочно нужно сделать с конструкцией самосвальных полуприцепов. Они слишком ненадежны во время разгрузки, хотя и способны перевести чуть ли не вдвое больше, чем обычный самосвал-одиночка. Но в этот раз никто не опрокинулся во время разгрузки. Тем не менее, прицеп получил повреждения, которые поставили крест на его дальнейшей эксплуатации. Во время разгрузки рама полуприцепа не выдержала нагрузки и загнулась в самом слабом месте. Интересно, что при этом гидравлический механизм сохранил свою работоспособность. Это не стоп-кадр из какого-то русского боевика, а ситуация, произошедшая на одной из федеральных трасс в нашей стране. Грузовик с прицепом, перевозящий тяжелые рулоны, не успел затормозить, когда впереди загорелся красный свет. А вот еще один грузовик, которому сильно не повезло. Этот Урал много лет возил лес и, конечно, подустал. Плохие дороги и работа с тяжелыми грузами, а часто и с перегрузами, привели к тому, что рама грузовика не выдержала и переломилась между кабиной и кузовом. Работа дальнобойщиком на севере нашей страны это далеко не то же самое, что и в центральных регионах. Дорог тут зачастую просто нет, а еще нет мотелей и кафешек, где можно остановиться и отдохнуть. Поэтому водители работают на износ и довольно часто засыпают за рулем. Этому парню не повезло, он съехал с дороги и оказался в ближайшей речке, зато проснулся мгновенно от холодненькой водички. Низкие мосты, еще одна боль всех дальнобойщиков. Вообще уже давно пора ввести стандартное строительство, которое не позволяет строить такие низкие конструкции. В данном случае повреждение получил лишь контейнер, который немного не прошел по высоте. После удара он практически полностью слетел с полуприцепа, заставив последний наклониться, подняв за собой задние колеса тягача. Что может быть проще, чем заехать на паром? Ведь правда, оказывается, что в некоторых случаях, когда нужно погрузить тяжелый грузовик, все может быть не так просто. Вот что произошло во время попытки заехать на фуре на небольшой паром. Мощности двигателей парома не хватило, чтобы удержаться у берега. В итоге тягач смог заехать на паром, а прицеп остался на суше. Бразилия страна с самыми странными грузовиками. Местные дальнобойщики не только грузят без всяких разумных ограничений, но еще и любят приподнимать заднюю часть грузовика или прицепа. Просто так им кажется круче на вид. Не буду спорить с их вкусами, но с точки зрения безопасности это плохой тюнинг. Дело в том, что так они повышают центр тяжести, что может элементарно привести к перевороту. Посмотрите на снимок, даже в статике этот грузовик выглядит ненадежно. Так выглядит прилежный дальнобойщик, который усвоил один важный урок, всегда крепи свой груз. Надо сказать, что сама попытка перевести сыпучие грузы на прицепе платформе, это уже не очень нормально. Но когда ты еще и крепишь кучки ремнями, то это просто клиника. Сегодня что-то много сломанных рам. Вот и еще один прицеп-тяжеловоз не выдержал веса установленного на него груза. Рама полуприцепа переломилась прямо перед задними колесами, что приподняло заднюю часть колес вверх. Кажется эти ребята нашли самый простой способ сделать бронеавтомобиль на базе обычного грузовика. Они сняли кузов и заменили его на половину кузова от БТРа. Вот собственно и все. Я уже неоднократно говорил о том, что цилиндрические грузы перевозить очень сложно. Обычно они имеют огромную массу, а закрепить их из-за малого пятна контакта с поверхностью крайне сложно. И если у вас недостаточно крепкие ремни, то вас ждет участь этого бедолаги, груз которого укатился от него прямо через борт полуприцепа. Обратите внимание на шипованную оградку вокруг переднего колеса грузовика. Сначала я подумал, что это такая хитрая противоугонная система, но знающие люди подсказали, что такие штуки ставят пограничники на белорусской границе, если с грузовиком или грузом есть какие-то проблемы. Уверен, что вы найдете десяток способов, как уехать из такой ловушки. Этот парень знает, как перевезти очень длинные доски, вероятнее всего он делает это не первый раз. Длинный груз разместили на самом верху грузовика, и теперь он свисает спереди и сзади на несколько метров. Нужно быть очень аккуратным при маневрировании. Когда забуксовал и нашел древний артефакт, никогда не понимал, зачем нужно засаживать грузовик еще больше, когда совершенно очевидно, что он застрял и не сможет уже выбраться самостоятельно. Теперь лопатой ситуацию скорее всего уже не исправишь. Нужно идти на поиски трактора. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Необычного дальнобойщика сфотографировали где-то в Европе. Он был одет в забавный комплект, состоящий из красных шорт и красной майки с гербом и надписью «СССР». Кажется, что застрять в песке это довольно безобидно. Нужно просто аккуратно дернуть грузовик назад. Разве что-то может пойти не так? Оказывается, еще как может. Песок, набившийся с обратной стороны бампера, просто разломил хрупкую пластиковую деталь на несколько кусков. Я видел завалившийся на один бок груз в кузове и даже отвалившийся кузов у самосвала. Но я впервые наблюдаю подобное происшествие, случившееся с бетонной мешалкой. Надстройка сорвалась с крепления рамой и на одном из поворотов завалилась на бок. Грузовик устоял на колесах лишь чудом. Мужская боль выглядит именно так. Водитель автовоза забыл, что перевозит высокие внедорожники джип-ранглер, а не какие-то обычные легковушки. В итоге он не прошел по высоте в туннеле, поцарапав всю крышу у новенького автомобиля. Кого-то, кажется, сегодня уволят. Год назад в Кемеровской области произошла довольно странная авария. Водитель огромного карьерного самосвала БелАЗ не уступил дорогу тепловозу ТЭМ-7 на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате произошло столкновение, от которого пострадали обе машины. К счастью, все остались живы и здоровы, но нужно быть внимательнее. Оказывается, колеса воруют не только у легковых автомобилей, но и у грузовиков. Этот КАМАЗ явно оказался не в том месте и не в то время. За ночь грабители сняли с него все 10 колес, поставив грузовик на березовые пеньки. Это очень печальная новость для владельца самосвала, ведь теперь придется раскошелиться. Если вы все еще халатно относитесь к закреплению груза, то посмотрите на эту фотографию. Этому дальнобойщику пришлось очень резко затормозить на перекрестке. Плохо закрепленный груз сорвал из фиксаторов, и он не только проломил переднюю стенку трейлера, но и сильно ударил в кабину, которая от этого опрокинулась вперед. А так выглядит матрешка, когда дело касается перевозки автомобилей. В кузове фургона разместили фургон Mercedes-Benz Sprinter, в кузове которого виднеется автомобильчик Chevrolet Spark. Не удивлюсь, если в салоне легкового автомобиля есть еще что-то, например, скутер или велосипед. Если отправиться в южные регионы нашей страны, то можно увидеть вот такие автопоезда, состоящие из нескольких прицепов. Так перевозят легкий и очень объемный груз. Именно поэтому слабенького двигателя старенького самосвала КамАЗ хватает, чтобы тянуть за собой два огруженных прицепа. На одном из трех стопов был сфотографирован необычный модифицированный грузовик Урал. У него не только двухрядная удлиненная кабина, но и высоченный потолок, в котором, скорее всего, размещается дополнительное спальное место. За кабиной расположен гидравлический манипулятор, с помощью которого можно загружать бортовой кузов, который выглядит уж слишком маленьким. В Бразилии, а также в некоторых других странах для перевозки сыпучих грузов часто используют самые обычные бортовые грузовики. Но как их разгружать? Для этого существуют вот такие гидравлические подъемники, с помощью которых грузовик поднимается на угол до 50 градусов, высыпая весь груз. Выглядит довольно опасно, но водителя в кабине, естественно, нет. Водитель Рено Магнум, кажется, тот еще счастливчик. Да, он попал в неприятность прямо на мосту, но его грузовик удержался, повеснув над пропастью, в довольно необычном состоянии. Так что можно считать, что ему очень здорово повезло, ведь в противном случае последствия могли бы быть более плачевными. Нужно обладать определенным талантом, чтобы попасть в такую ситуацию на ровном месте. Обратите внимание на то, что поворот достаточно широкий, чтобы пройти его по более плавной траектории. Но водитель поступил иначе, в результате чего прицеп повис в очень шатком положении. Попытка впихнуть невпихуемая. Как бы не так, просто неприятный случай во время погрузки. Клапан затвора погрузочного механизма вышел из строя, и грузовик буквально засыпало песком по самую крышу. Интересно, водитель так и сидел в кабине, спокойно посматривая очередную серию Игры Престолов. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok